Скажите, а бывало с вами такое, вот приходишь в ресторан, смотришь в меню и все так аппетитно выглядит, ну просто не знаешь что выбрать, борщ или может уху, в Краснодаре вам незамедлительно скажут, сейчас все решим, и вы даже не представляете себе как. Иван, борщ с рыбой. Да, с рыбой. Я этого не вынесу, я ухожу. Ну как? Это блюдо казаков национальное, когда они приехали на Кубань, жили они на Волге, ну в основном как бы мясо, наверное, было не в достатке, а рыбы было достаточно. Итак, для того, чтобы приготовить рыбный борщ, вам потребуется рыба, немного муки и все классические ингредиенты для борща. Начинается все с разделывания рыбы и, разумеется, с чистки и нарезки многочисленных овощей. Кто быстрее почистит картошку или я разделаю рыбу? Давай так. Да ладно, я тебе фору даю. Серьезно? Внаглел совсем. Ну ты шеф, я шеф, мы же все-таки как бы... Ну все шефы, нет, не все, только мы с нами. Бульончик. Так. Бульончик уже... Ага. Крепящую воду просто закидываем рыбку. Логично. Варим рыбный бульон, добавляя туда для вкуса немного лука, чеснока и моркови. Тем временем бланшируем томаты, чтобы они придали борщу кислый вкус и подготавливаем остальные овощи. Кстати, Ваня, родившийся в Мурманске, поварскому искусству учился в Москве, в Италии, Германии, бог знает где еще. А стал известным шефом именно здесь, в Краснодаре. Вань, а почему из всех городов России, не только России, ты же много где был, выбрал Краснодар? Все, что вы видите сейчас и здесь, это все выручено на Кубани. Готовим только из кубанских продуктов. Я считаю, что самое большое количество вкусных овощей, фруктов, рыбы и мяса на Кубани. Достаем рыбу и овощи из бульона и закидываем туда по очереди картофель, лук, морковь, капусту и болгарский перец. Солим, перчим и ждем, когда снова закипит. Пока все выглядит несложно. А теперь, как говорится, фирменная фишка этого блюда. Свеклу запекаем в углях не менее 30 минут. Свекла готова. Класс. Вот так она обуглилась. Мы ее почистим. Вань, а почему именно запек свеклу? Моя мама меня так учила. Когда готовишь борщ, начали свеклу открыть отдельно. Потом я начал запекать, потому что он даст еще запах костра. А, дымочек. И мне кажется, для меня это вкусно. Круто. Теперь филе рыбы, предварительно обваляв в муке и специях, жарим. А в бульон добавляем бланшированный помидор, чеснок, острый перец, сельдерей, зелень и мелко нарезанную запеченную свеклу. Как только суп снова закипит, выключаем огонь. Шеф, ваше здоровье. Спасибо. Вот ансамбль какой-то просто. Вот все чувствуется. Все вместе, все по отдельности. Прям супер. Да, прям вкусно. Вообще супер. Субтитры сделал DimaTorzok